Здравствуйте, меня зовут Елена Коваленко, я топ-лидер и вице-президент французской косметической компании Biosi. Занимаемся ли мы продажами в Biosi? Многие спрашивают, когда попадают в сетевую компанию или на стадии рекрутинга, уже у людей стоит внутренний блок. Я впаривать никому не буду. Я не хочу продавать. Поэтому даже не предлагайте мне эту величайшую возможность в истории человечества. Мульти-левел-маркетинг, MLM. Итак, в этом видео подробно поговорим о том, нужно ли продавать, впаривать в Biosi, чтобы построить бизнес. Давайте разбираться. Бизнес-партнерство с компанией Biosi можно разбить на несколько категорий. Я называю это смарт-бизнес, умный бизнес. Он включает в себя. Первое. Линейный бизнес. Купил подешевле, продал подороже, на разнице заработал. Второе. Франшиза эколавочек. То есть возможность открывать официальные представительства компании Biosi и зарабатывать на розничной продаже. И также на обслуживании партнеров компании. И третий вид бизнеса – это построение дистрибьюторской сети. Можно продавать? Да. Ты можешь это делать и зарабатывать свой процент. Это я называю быстрые деньги. Когда ты здесь и сейчас зарабатываешь и сразу получаешь в руки. Обязательно это делать? Нет. Ты для себя сам выбираешь, какая модель бизнеса тебе подходит больше. Любишь продавать? Пожалуйста. Ты на это можешь прекрасно зарабатывать. Не любишь? Не надо себя насиловать. Бизнес должен приносить удовольствие. Иначе ты перегоришь и уйдешь в наемный труд. Давайте теперь разберемся, на чем у нас выстроена бизнес-модель и почему мы не придаем продукт. Не копим его в коробках, как это часто бывает в компаниях. Итак, что такое внутреннее потребление и почему мы не занимаемся продажами? 7 из 10 человек считают, что личное потребление – это вложение. Давайте разберемся, что такое вложение. Вложение или инвестиции – это размещение капитала с целью получения прибыли. К инвестициям относятся денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, вкладываемые в объекты предпринимательской или иной деятельности в целях получения прибыли и достижения иного полезного эффекта. Покупка одежды, еды, средств личной гигиены – это инвестиции? Нет, это личное потребление. Каждый день мы это кушаем, одеваем, моемся. И инвестиция тут только в одно – в себя здорового и красивого. Поэтому личное потребление – это не инвестиции, как это многие говорят и путают. Давай ты напишешь в комментариях, что ты по этому поводу думаешь. Очень интересно почитать. Является ли приобретение товара для себя вложением в бизнес или это все-таки инвестиция в себя? Как ты считаешь? Ошибочно также считать, что в нашем сетевом бизнесе нужно заниматься продажами, ходить с сумками и заниматься впариванием. Все, что необходимо, это просто поменять свой обычный магазин – магнит-косметик, чистый дом, Ева и так далее. И начать приобретать товары в нашем интернет-магазине по выгодной цене со скидкой 33%. И еще при этом получать много подарков, зачастую превышающих саму стоимость покупки. Чего в обычном магазине вам, конечно же, не дадут. Еще при этом вы получаете возврат инвестиций от компании и высочайшее качество товара с международными сертификатами качества. Так вы создаете товарооборот компании, уже вашей компании, на личном потреблении. Именно поэтому мы не продаем, мы бизнес выстраиваем на личном потреблении, когда все партнеры просто покупают себе. Тут важно подчеркнуть – безопасный продукт для всей семьи, который не содержит вредных химических компонентов, влияющих на здоровье и эндокринную систему человека. Об этом, кстати, нужно задумываться уже сейчас, когда еще можно предотвратить, а не когда появится проблема со здоровьем. Таким образом, в вашем интернет-магазине будет создаваться товарооборот. И по мере роста вашей команды товарооборот увеличивается и ваш доход увеличивается. По статистике независимого агентства Fox Trade, среднестатистическая семья в месяц тратит от 2500 до 4000 рублей на покупку товаров для дома, уходовой косметики, продуктов правильного питания. Да мы и сами проверяли, вбивали в интернет-магазине корзину необходимых продуктов, которые мы берем в простых магазинах. И знаете, что мы увидели и подтвердили с помощью этого теста? Сумма покупки составила более 3000 рублей. Кстати, напиши в комментариях, какую сумму ты тратишь в семье на приобретение косметических продуктов. В компании для получения ежемесячных вознаграждений для себя приобретаешь продукции на сумму всего 3000 рублей. Это та сумма, которую удобно потратить каждому на себя и свою семью. Именно поэтому мы не занимаемся продажами. Мы просто покупаем для себя и инвестируем в себя. Теперь, думаю, тебе стало понятно, как у нас все устроено и почему мы не занимаемся продажами и впариванием. Смотри наши новые видео и подписывайся на канал. А также внизу будет ссылочка на мой телеграм-канал для женщин, где я даю очень много интересной информации по бизнесу, про юмор и про разные интересные женские вещички. С вами была Елена Коваленко. Пока-пока, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok